Дембель 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 Александр Чертоляс занимает должность директора ПТП номер 4 уже восьмой год. По данным следствия, ранее Чертоляса уже привлекали к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Всему иной переработки водителей считают следователи. Шоферы работали по 15-18 часов в сутки. У погибшего Любовцева с начала года зафиксировано почти 600 сверхурочных. Готовы результаты экспертизы. Специалисты постановили, ЛИАС в день трагедии был технически исправен. Вероятным причиной автокатастрофы стал человеческий фактор. Правила обеспечения безопасности очень жестко рекламентированы и указывают на обязанность работодателя соблюдать режим охраны труда и отдыха водителей. Ни для кого не секрет, что правила безопасности на транспорте, они вообще-то написаны кровью. Просто так не из воздуха взяты такие сведения. А работодатели считают возможным их не соблюдать и в результате рано или поздно что-то подобное должно было случиться. Следствие ходатайствовало на заключении под стражу еще и потому, что Чертоляс в силу своего служебного положения может оказывать давление на своих подчиненных, тех, кого допрашивают по делу. Также, по версии сыщиков, руководитель по ТП номер 4 может уничтожить важную для следствия документацию и в конце концов просто-напросто скрыться. При допросе в качестве обвиняемого Чертоляс Александр Николаевич вину в совершении преступления не признал. Пояснил, что все это связано с неполнотой и нехваткой штатного состава, нехваткой водителей, а также требования департамента транспортного администрации Городомска о том, что необходимо выполнять план. Все это свидетельствует о том, что он якобы должен был вынужден направлять водителей на маршрут в сверхурочное время. Несмотря на положительную характеристику Чертоляса, отсутствие у него судимости и наличие высшего образования, постоянные прописки из зарегистрированного брака, суд постановил заключить директора ПТП номер 4 под стражу на два месяца. Чертоляса не уволили, временно отстранили отдел. Сейчас в департаменте транспорта Омска решают, кто будет исполнять его обязанности. Убил человека, чтобы ограбить игорный клуб. В Омске по подозрению в преступлениях задержали полицейского. Напомню, труп охранника заведения прохожие обнаружили ночью на прошлой неделе у дома со шпилем. По версии следствия, к преступлению причастен на тот момент действующий сотрудник полиции. 39-летний водитель батальона патрульно-постовой службы у МВД России по Омской области. Было совершено убийство охранника игорного клуба. Он прошел туда и играл на азартные игры, после чего нанес охраннику ножевые ранения и предварительно похитил из кассы данного игорного клуба денежные средства. Также необходимо отметить, что в настоящее время следственным управлением инициирована проверка по факту незаконной игорной деятельности в данном помещении. По предварительным данным, водитель батальона ППС похитил из кассы более 100 тысяч рублей. Совершив награбление, злоумышленник планировал скрыться, но ему помешал охранник, который был убит. После задержания полицейского уволили из органов. Отдачи показаний он отказывается. Сказал лишь, что пошел на преступление из-за материальных трудностей. С места убийства изъяли пластиковую бутылку с бензином. По версии следствия, обвиняемый хотел уничтожить улики, совершив поджог. В Омске сотрудники полиции провели рейд «Нравственность». Проверили советский округ, улицу энтузиастов и излюбленное место Путан – Красноярский тракт. В результате задержали 16 представительниц древнейшей профессии, однако секс-рабынь даже не привлекли к административной ответственности. Почему, сейчас расскажем. Омск, Красноярский тракт. Массово съезжаются автомобили. За рулем исключительно мужчины. Здесь торгуют телом женщины в среднем от 25 до 35 лет. На точке 5 Путан. Их услугами желающие воспользоваться не успевают. Планы нарушают сотрудники полиции. Проститутки и не думают убегать. Многих уже не раз привлекали к административной ответственности. Ну и как это? Выгодно? Ну, куда денег нет, необходимость какая-то. Проститутки и индивидуалки – так себя называют эти женщины. Работают без сутенеров. Говорят, что в ночное дежурство выходят раз в неделю, иногда чаще. Жалуются, что за месяц зарабатывают не более 30 тысяч рублей. Впрочем, у большинства индивидуалок есть еще один источник дохода. Официальное законное трудоустройство в дневные часы. Данная операция проводилась в два этапа – дневное и в ночное время. В указанный период временно было задержано 16 лиц женского пола. Данные лица были поставлены на тактах фото-видео, учеты. В России, как известно, занятия проституцией запрещены. Однако на этот раз секс-рабынь к административной ответственности привлекать не стали. Провели профилактическую беседу. В следующий раз их ждет штраф. Сумма от полутора до двух тысяч рублей. Также барышень полицейские проверили на причастность к нераскрытым преступлениям. Одна из них оказалась в розыске. И последняя оторвала ноги. Сегодня в Омске в результате ДТП на улице Перелета пострадали 4 человека. По предварительным данным регионального ОМВД, водитель Ниссан Альмера вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, следовавшим по маршруту номер 371. Пострадали три пассажира «Газели» и сам водитель Ниссана. По словам очевидцев, последнему оторвало обе ноги. Мужчину с трудом достали из покореженной машины и госпитализировали. Участок дороги, где произошла авария, узкий, с двумя остановками и нерегулируемыми пешеходными переходами. По факту ДТП проводят проверку. На сегодня это все криминальные новости. Еще больше жести на нашем сайте антенна7.ру и в группе ВКонтакте. Увидимся завтра. Будьте осторожны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова